Мне кажется, что здесь ведь еще и стимул какой-то нужен. Я просто про свое советское помню в детстве, что там бутылка кефира в магазине стоила 30 копеек, из них 15 копеек. Это была, собственно, вот эта емкость, которую можно было потом сдать. Я сдавала. Мы собирались и строить, и мороженку покупали. Выбрасывать это бессмысленно, деньги выбрасывать. Да. А макулатура, металлолом, помните эту историю? Макулатура. Это была переработка. Да, сколько книг было куплено за счет того, что вторичная была обработка. Да, библиотеки мы наполняли, как раз нам давали какие-то такие сертификаты. Талончики. Талончики, и мы могли купить книжки. Вот сейчас, мне кажется, нет такого стимула никакого. Сейчас сложнее стало, потому что раньше все бутылки были одинаковые. Я тоже помню, что отличались только этикеточки по цвету. И мы там понимали молоко, кефир или ряженка. А сейчас мы приходим в магазин и видим огромное разнообразие тех же самых бутылок для молока, для кефира. И их очень сложно собирать и как-то повторно использовать. Поэтому одним из шагов, конечно, должна быть стандартизация упаковки. Чтобы мы четко понимали, что вот эта бутылка для кефира, я эколог по образованию. И то же самое на сортировке. Например, если бы вся упаковка для готовой еды в доставке была в одинаковой таре, или, например, в поле пропиления, то ее было бы гораздо легче собирать, сортировать и повторно потом перерабатывать. Вот у Михаила есть экоцентр, сборка, сюжет. Мы смотрели про это. Вы, я насколько понимаю, готовы принять кого угодно? Мусор со всей Москвы или нет? Или это только локальная какая-то история? В экоцентре сборка мы принимаем более 40 видов вторсырья самых разных. И пластика, и металла, и макулатуры. Даже такие вещи, как блистеры от лекарств. Так называемые бумажные стаканчики от напитков, которые не являются бумажными, потому что внутри покрыты слоем пластика. Как, они не являются бумажными? Не являются. Это пластиковый стакан, завернутый в бумагу, фактически. Но мы имеем возможность дать этим вещам вторую жизнь, не отправить их на переработку, чтобы они не оказывались на свалке или где-нибудь не горели огнем. Мы, наши двери, открыты для всех. Многие люди просто приходят со словами, что мы узнали, что есть такой экоцентр. Хотим узнать, что это такой ваш раздельный мусор. Мы говорим не раздельный мусор, а раздельный сбор и переработка вторсырья. Вообще слово мусор мы выводим, в принципе, из оборота собственного. А какой вы термин употребляете? Мы используем либо вторсырье, либо отходы. Мы, конечно, не знаю, все отходы Москвы не можем переработать, и у нас нет такой цели. По сути, вообще такая сборка должна быть, ну, как минимум, наверное, в каждом округе, как максимум, наверное, в каждом районе, как такой центр просвещения и формирования экологической культуры. Но мы как раз даем людям вот эту точку входа, где они могут в одном месте прийти и узнать все про разные виды вторсырье, посмотреть, как они перерабатываются, принять участие в каком-нибудь мероприятии, мастер-классе или встрече сообщества, потому что людям важно между собой коммуницировать. Еще у нас сейчас появился такой технопарк, что специальные такие интерактивные установки люди даже могут своими руками в турсырье переработать. То есть это полная такая система под ключ, которую у людей снимают разные мифы и стереотипы, что им препятствует вести такую вот устойчивую практику, сберегать ресурсы, сдавать их в переработку. Ира, а вы сортируете дома мусор? Да, есть такое. Но я откладываю только пластик, бумажный, вот эти наклейки, этикетки, блистеры. Отношу в известную сеть магазинов батарейки, складываю на переработку. Еще я знаю несколько мест, куда можно положить пластиковые карты, ручки, крышечки. Много где? В торговых центрах. В районных центрах, потому что построили на месте кинотеатров. У них есть сбор редких фракций. В каждом районе можно сдавать фломастеры, зубные щетки, чеки. Да, это так занятно. Прозрачные боксы, и там разноцветные лежат эти зубные щетки, пластиковые карты, ручки. И вот просто они раздельные. И на виду, и мама с детишками приходит в магазин, и дети спрашивают, что это. И вот опять же растут на этом. А вы вот, например, знаете, чем именно опасны батарейки? Или просто вот есть факт, что батарейки, это опасно, их нужно где-то аккумулировать? То, что они выделяют, когда разлагаются и кислоту, и они просто действительно очень отравляют воду, делают ее токсичной. Это токсичные вещи, это очень опасно. Поэтому, конечно, их надо складывать в определенные места, собирать и приносить. У меня есть история про батарейки. Ну, давайте, история про батарейки. Я раньше жила в Нижнем Новгороде, и я ходила по школам, рассказывала детям, что скоро вот у вас будет два разных контейнера стоять. И чтобы как-то детей заинтересовать, я там спрашиваю, ребята, а что вы делаете с батарейками? Там одна девочка руку тянет и говорит, а моя бабушка с помощью батареек борется с кротами. Она кидает их в норки, и кроты исчезают. Ужасно, бедные кроты вообще. Сейчас вы рассказали с норкой. Да, я пыталась там детям объяснить. Ну, то есть вот вам наглядное доказательство, что кроты исчезают. Я говорю, ну, вы же там капусту выращиваете, помидоры, что-то еще. Пушайте то, что из этой земли. Колодец у вас, водичка протекает. Вот, но для людей была такая... К счастью, времена поменялись, и сейчас, мне кажется, уже все знают дети, что батарейки нужно сдавать раздельно. Ира, вы считаете, вот времена поменялись в своем окружении? Вы чувствуете изменение отношения к этим экологическим проблемам? Да, многие мои коллеги, такой артист, как Саша Соколовский, многие другие, они в свое свободное время выезжают на природу, берут перчатки, берут черные пакеты, собирают это все. Потом, допустим, Лиза Боярская и Максим Матвеев регулярно показывают видео, как они один раз в неделю сортируют все. И они вместе с детьми ходят или отвозят, или вызывают службы, которые сейчас есть. Они приезжают прямо к вам домой и забирают, все увозят. Это живой пример. Вы как-то очень так скромно про своих коллег. Я ведь в тех же социальных сетях читал, что вы там занимаетесь посадкой деревьев. Это же тоже, в общем... Ой, это вообще прекрасная история. Да. Ну, расскажите про прекрасную историю. Ну, вот это город Новосибирск. И мы сажали сирень. А это двор нашего театра. Здесь мы с директором театра посадили яблоню. Была прекрасная акция памяти погибших во времена Великой Отечественной войны. И в память каждого погибшего по всей стране сажалось дерево. И у нас уже плодоносит эта яблоня. Мы угощаем детишек в театре ею. И она украшает наш двор. Замечательно, Ира. Знаете, только вчера у нас была программа про граффити на деревьях. И просто не мог её не вспомнить. Кстати, вот эти стаканчики меня заинтриговали. Я честно вам могу сказать, что я в магазине всегда покупаю, допустим, кисломолочные продукты в бумажной упаковке. Упаковки никогда вот в этих бутылках. Теперь я понимаю, что я сам себя обманываю, что это тот же пластик, который просто выглядит по-другому. Да, она изнутри покрыта пластиком. И, например, у нас нет возможности покупать молоко в свою тару. Но можно хотя бы взять в упаковку из прозрачного пластика, из PET, потому что его гораздо легче сдать на переработку. Но от одноразовых стаканчиков можно отказаться и завести себе, например, бутылку для воды. Вот у меня эта термобутылка. Можно просто кружку для горячих напитков. И вам даже в некоторых кофейниках сделают скидку за то, что вы покупаете в свою тару 10 или 15%. Да, она также моется, и вы просто используете ее много-много раз. И никакие стаканчики на свалку не попадают. А это примеры твердой косметики. Это вот шампунь. Я им пользуюсь как кусочком мыла. Уже много лет твердого. Это ты есть кусочек мыла? Да, он без воды. Соответственно, там не нужны консерванты. Если я куда-то лечу, то спокойно беру вручную кладь. Ничего не протечет. И просто провожу по волосам. И он прекрасно пенится. Вот мне такого хватает на 4-6 месяцев. А где вы берете? Есть специальные магазины без упаковки. Они есть в Москве и в регионах. Такой стоит примерно 400 рублей. Но на полгода это вполне экономично получается. Это... Как вы думаете, что это такое? Я думаю, что это йогурт. Это крем для тела. Так. Тоже купленный в свою тару. Без упаковки. То есть можно прийти из магазина и вам там... Да, они ставят на весы баночку, узнают ее вес тары, обнуляют. Я говорю, мне, пожалуйста, 150 граммов такого-то крема складывают. Я плачу только за сам продукт, потому что в целом стоимость упаковки составляет до 15% стоимости продукта. То есть мы за все это платим. А это пример зубной пасты. Вот же здесь куплено 50 граммов в свою тару. Это баночка из-под крема. И прекрасно пенится. Ты открыл новый мир для себя. Правда? Это многоразовые бахилы. Бахилы? Да. Можно ходить в поликлинику или в какие-то учреждения, надевать их и не пользоваться одноразовыми, потому что их очень сложно переработать из-за резиночки. Вот вы меня удивили.